Всем привет! Я Ксюша и ты на Double Bubble. И сегодня я открою целую коробку стикерсов от Магнит. Собери всю коллекцию стикерсов только в Магнит. Стикерсы, приклей прикол. Так-то лучше. Стикерсы это классные, милые и мемные образы и фразы в формате тканевых наклеек, которыми можно украсить себя и все вокруг. Акция уже стартовала в магазинах Магнит и продлится до 18 апреля. И я, конечно же, буду собирать всю коллекцию этих прикольных мордашек. Только посмотрите, какой оригинальный дизайн упаковки! Есть вот такая красная, и видимо на ней изображены стикерсы, которые мы можем получить из этой красной упаковки. Есть вот такая уточка кек, есть котик, и есть стикерс, который нам только что попался. И он, кстати, называется Кить-Коть. Это как инь-янь, только в мире котиков. Смотрите, какой он миленький. Также есть розовые. Они более милые. Здесь есть лягушонок, который весь в сердечках. Есть девочка с голубыми волосами, они, видимо, будут блестеть. И есть лапонька котика в сердечке. Это очень мило. Интересно будет посмотреть, что нам попадется в розовых пакетиках. Также есть синий. Это что-то похоже больше на хэллоуинскую тематику, потому что здесь есть летучие мышки на фоне луны. Есть кофе, стаканчик кофе, который явно устал. Есть какой-то чувачок. Не знаю, что это такое у него, листочек или компьютер, но там написано, а, и все в огне. И есть вот такой вот потрясающий мопс. Наверное, это мопс. Тоже будет очень интересно посмотреть. И самое интересное, это разноцветное. Тут вообще непонятно, кто или что нам может попасться. Выглядит очень круто и стильно. Очень интересно. Мне уже прям не терпится. Ты можешь получить стикерсы за покупку от 500 рублей в магнит у дома, магнит аптека и магнит косметик. А за покупку от 1000 рублей в магнит семейный, магнит экстра и магнит опт два флоупака со стикерсами. Не забудь воспользоваться картой магнит. Можно даже из приложения магнит. Стикерсы выдаются только за покупки с картой. Мне уже не терпится посмотреть, что попадется в этих пакетиках. Кстати, у всех стикерсов есть имена. На мне уже висят кить и кот и туч. А на телефоне привидение по имени Бу. И, пожалуй, начну я открывать вот с этого красненького. Ну-ка, что у нас здесь? Ух ты, это какой-то чувачок в маске. Очень необычно. Будет интересно узнать, как его зовут. Этот стикерс называется маска. Выглядит очень необычно и очень ярко. Ладно, смотрим, что у нас во втором пакетике. И, пожалуй, я открою вот этот разноцветный. И у нас здесь... У-у-у, у нас здесь милая зеленая пандочка с надписью Кусь. Эту милую пандочку так и зовут Кусь. Следующий я открою... Пожалуй, розовый. И... Мне попался милый лягушонок с сердечками. Вы посмотрите, какой он милый. Этого милого лягушонка зовут Жабик. И он мне очень напоминает Машу, когда она влюбляется. Она прям такая же сидит и говорит... Ой, какой он милый, Ксюш, ты не представляешь. Ладно, блин, мне так нравится. На самом деле, очень классное качество. У стикерсов они прям реально тканевые. Следующий, пожалуй, открою разноцветный. Это самое интересное. И... Ой, это я по утрам, ребята. Это стаканчик кофе, который явно с трясущимися руками и дергающимся глазом говорит... У меня все нормально, ребят. Все нормально, держимся. Сейчас посмотрим, как его зовут. Имя этого стаканчика Бодрик. Следующий я снова открою розовый. И... Ой, фиолетовый. Оооо, ух ты, это по моей части. Это череп. И, кстати, по-моему, у него есть секретное свойство. Этого парня зовут Черепок. И он светится в темноте. Открываем следующий. Открою красный. И у нас здесь... Ооо, я его очень хотела. Это та самая уточка, которая с надписью кек в свитере. Это тоже я. Я обожаю огромные свитера, худи, укутываться в них и вот так вот сидеть и просто... И просто пребывать в шоке со всего, что происходит. Так, давайте посмотрим, как его зовут. Эту уточку так и зовут кек. Открываем следующий. Снова розовый. И у нас здесь кто? Ооо. Ооо, это вообще очень классный чувак. Это Еда. Это миленький зеленый чувачок в бочках, которые явно придают ему крутизны. Он еще с такими бровками сидит. И зовут его... Зовут его так же Еда. Он явно любит покушать, прямо как Маша. Следующий, следующий. Открою разноцветные. Мне кажется, они самые интересные. Во всяком случае, мне так кажется. И у нас здесь... Вау! У нас здесь какая-то фиолетовая кошечка с надписью Гуд. Эта кошка явно кайфует вообще со всего, что происходит. Ей хорошо. И зовут его... Гуд так и зовут. Это кошечка по имени Гуд. Стикерсами можно украшать свою одежду, обложки, тетради, любые поверхности. Мне кажется, все, что захочется, можно украсить. Даже телефон, как это сделала я. И также кофточку. Ладно, что у нас следующее? Давайте синий. Синий пакетик. И здесь у нас кто? Ооо! Ооо! Вы только посмотрите! Это обалденная вот та самая девочка с блестящими голубыми волосами. Ааа! Обалдеть! Это нам попался необычный стикерс, как я понимаю. Блин, она такая красивая! Ааа! Я очень рада, что она мне попалась. Открываем. Дальше, 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 дальше. Какой, какой, какой? Красный! А, нет. Я хотела взять красный, взяла разноцветный. Ладно. Что у нас здесь? Кто у нас здесь спрятался? Ой, мне кажется, Аня с Сашей просто готовы со мной драться за этот стикерс, потому что они обожают мопсов. А здесь еще такой брутальный, с плащом. Вы посмотрите только на него, какая у него мордочка важная. Мне кажется, его я приклею на какой-нибудь из своих худи. Ну что, открываем следующее. Ой, куда убежал? Красненький. Кто же у нас здесь спрятался? Ооо, это повторка. У меня уже есть такой на телефоне. Это привиденница по имени Бу. Дальше розовый. И кто же у нас здесь? Ой, это мы все по жизни. Это чувачок с книжкой на лице с надписью «Усталь». Это прям реально мы. Просто вот лежим, смотрим в потолок и все. Я устал. Я больше не могу. Я устала. Мне кажется, актуально для многих на самом деле. Особенно для Маши в период сессии. Кстати, стикерсы можно приклеивать на любую поверхность. И они будут держаться. Мне кажется, это просто потрясающе. Ладно, дальше следующий стикерс я выберу закрытыми глазами. И это разноцветный. Кто же, кто же у нас здесь? Ой, это наш уже знакомый чувак. Как я поняла, фиолетовая кошка по имени Гуд. Такая у нас уже есть. Так, розовый. И кто же, кто же? Ой, вот этого я заберу себе. По-любому я заберу его себе. Это гусь. Во-первых, и что, мне кажется, это самый прекрасный факт того, что это гусь. И он показывает сердечко, как? Вот так вот, пальцами. Ну, в общем, это гусь. И его зовут... Его зовут... Его зовут Гуся. Это Гуся. А человечка, который усталь, его так и зовут. Усталь. Так, дальше синий пакетик у нас идет. И снова повторка. Это кофейный стаканчик, который держится из последних сил. Если честно, я очень хочу, чтобы мне попалась вся коллекция. Уж очень хочется их вживую рассмотреть. Открываем дальше. Разноцветный. И кто же, кто же, кто же? Снова повторка. Это снова привидение Цебу. Но все-таки мне кажется, что наличие привидений, а тем более, если их много, это потрясающе. К тому же, таких милых. А если ты хочешь получить дополнительные стикерсы, то играй в игру в мобильном приложении Магнит, где можно выиграть купон на дополнительные. Играть можно хоть каждый день с 15 марта по 28 марта. И выигрывай купон на получение заветной липучки. И собирай еще больше стикерсов. Ссылка на приложение в описании под видео. Открываем следующие пакетики. Следующий у нас будет красный. И у нас здесь спрятался лев. Кажется, он, кстати, тоже светится в темноте. У него очень классная фиолетово-розовая грива. Сейчас посмотрим, как его зовут. Этого парня зовут Леон. И я ошиблась, он не светится в темноте. Но это новый стикерс моей коллекции, поэтому мы ему рады. Следующий пакетик. Разноцветный. И у нас здесь живет кто же, кто... О, это Кит и Коть, которые у меня уже здесь есть. Это, наверное, можно считать за повторку. Но они очень милые. Я не знаю, мне прям очень нравится. Это прям что-то такое романтичное, милое. Моя коллекция все растет. Следующий будет синий пакетик. И у нас здесь кто? Это тоже повторка такого же стикерса, который у меня уже висит на свитере. Этого парня зовут Туч. И это фиолетовая тучка с глазиком, с капелькой и с двумя молниями. Мне безумно нравится цвет. Это светло-фиолетовый. Я обожаю, в принципе, все фиолетовые цвета. Вот поэтому этот парень также идет в мою коллекцию. Следующий будет розовый. И барабанная троп. У, это, по-моему, кто-то новый. Это кто? Ой, это милый песик, который в 3D очках явно пришел в кино и с ведерком попкорна. Его имени мы еще не знаем, поэтому смотрим, как же зовут этого парня. Его зовут поп-дог. Все логично, это док, что в переводе с английского собака. Вместе с попкорном. Он очень классный, мне безумно нравится. Коллекция. Все больше нам приходится двигаться. И следующий я, пожалуй, снова открою розовый. И... Кто же, кто же, кто... Ой, это снова повторка в кофейный стаканчик. А еще с героями стикерсы можно скачать стикерпак в Телеграме и отправлять милашек своим друзьям. Ссылку на скачивание стикерпака также оставлю в описании под видео. Открываем следующий. Снова розовый. И... Кто же, кто же, кто же, кто же... Это повторка моего любимого гуся, который в руках сердечко держит. Я обожаю гусей. Я прям их очень люблю. Поэтому этот стикер занимает огромное место в моем сердечке. Опа. Дальше синий. И... Это снова повторка привиденницы по имени Бу. Что-то мне подсказывает, что этих привидений получится больше всего. Ну, посмотрим. Дальше разноцветный. И... Это снова Кит и Коть. Блин, они очень милые. Они мне очень нравятся. После гуся эти, ребята, мои самые любимые. У меня есть черные худи. Мне кажется, если обклеить ими все черные худи, будет очень красиво. И... Опа. Эти ребята тоже летят в мою коллекцию. Красный пакетик. Кто же, кто же у нас здесь прятался? Ооо, это повторка самого первого стикерса, который нам попался. Я, если честно, уже забыла, как его зовут. По-моему, маска или как-то так. Вот. Он очень яркий. Тоже мне очень сильно нравится. И так же летит в мою коллекцию. Едем дальше. Красный пакетик. И... У нас тут спрятался кто? Опять повторка кофе. Блин. Что-то мне подсказывает, что больше всего будет либо кофе, либо привидений. Пока что они лидируют в количестве. Теперь снова разноцветный. И... Да! Привидений и кофе сравняли счет. 4-4. Пока что это самые частые, ребята. Ну, блин, я так люблю привидений. Они еще такие яркие. И классные цвета на контрасте. Фиолетовый с желтым. Бу! Дальше синий. И поехали. Кто же у нас? Это снова повторка. И это повторка маски. Что-то эта маска наша приближается к кофе и привидению. Ладно, видимо, это самые часто попадающиеся стикерсы. Что же, что же открыть следующим? Следующий разноцветный. И... Кто же, кто же, кто же, кто же, кто же? Это снова повторка кофе. Может быть, это намек на то, что мне нужно пить кофе или наоборот? Надо пить меньше кофе. Ладно, кофе выбивается вперед. Теперь розовый. И... О, это мой любимый гусь! Кстати, дома у меня есть огромная игрушка гуся. Мне кажется, она ростом, ну, может быть, мне по плечо. И Маша подарила мне этого гуся на Новый год. И его зовут Степан. Поэтому я очень люблю гусей. И наличие большого количества гусей в моей жизни также греет мое сердечко. Та-да-да-дам! Кто же будет следующий? Следующий будет разноцветный пакетик. И... Блин, может быть, будет не повторка. Да, я хотела его получить. Это кот! Это кот крутой, который вот так вот делают. Я не помню, как это называется. Но это явно очень крутой стикерс. Видимо, он один из самых редких. Кстати, этого милого котика зовут Движун. Ну, по нему видно. Он явно бог дискотеки. Так, следующий красный пакетик. Тоже мы ждем там внутри. О, этого, по-моему, не было. Это новый. О, обалдеть, какой он классный. Это черный волк с розово-фиолетово-голубой шерстью. Выглядит очень классно. Напоминает неоновые вывески. И давайте посмотрим, как его зовут. Этого крутого парня зовут Вожак. Ну, по нему видно, что он в своей стае точно Вожак. Он такой красивый. Обалдеть, мне очень нравится. Коллекция все больше, а места на столе все меньше. Это может стать проблемой. Итак, следующий будет розовый. И кто же меня там ждет? А, блин, я думала, это не повторка. Это повторка черепа с паучком на голове, который светится в темноте. Ну, ладно. Этих повторок у нас еще вроде как не было. Он также отправляется в мою коллекцию. Следующий будет разноцветный. Мне прям очень нравится разноцветный открывать. Это прям что-то... Ой, этого у нас еще нет. Мне кажется, эта вещь очень подойдет Ане. Потому что эта штучка розовая с милым личиком. Эту милейшую мордашку зовут Пинки Пу. И, как все могут понять, это маленькая какуля. Мне кажется, Ане она очень понравилась, потому что она все любит такое милое, розовое, няшное. Неважно, что это такое. Поэтому мне кажется, что этот стикерс я оставлю Ане. И это новый стикерс моей коллекции. Опа! Блин, реально вся коллекция уже занимает половину стола. Это страшно, сколько их еще там. Красный пакетик на очереди. И кто же здесь? Ооо! Это я! Это я! Это ленивый желток с надписью на чиле. Это прям я. Вот лежит, ленится на чиле, на расслабоне. Любит прям полежать, полениться. Это я люблю. И этого чувачка также зовут на чиле. Мне он очень нравится. Мне кажется, этот я тоже оставлю себе. Следующий пакетик будет красный. И кто это? Ооо! Это тоже новая. Это голубая машинка на фиолетовом фоне, на фоне фиолетового города. Выглядит очень даже так... Классно, мне прям нравится. Тоже напоминает какие-то неоновые вывески. Очень красиво, очень стильно. И у этого стикера тоже есть название. И название этого стикера... Точилыш! Звучит очень необычно. Отправляется также в мою коллекцию. Уже больше половины стола занимает вся коллекция. Что мне с ней делать? Моя коллекция. Все растет, растет. И мне это нравится. Дальше у нас идет синий. Ооо! Это котик по имени Феликс. Такого стикерса у нас еще нет. Поэтому мы все ближе и ближе к тому, чтобы собрать полную коллекцию. Ааа! Я не могу. Мне так нравится. Итак, поехали открывать следующий, следующий, следующий. Будет красный у нас пакетик. И у нас здесь повторка к льву по имени Леон. Неоновый и фиолетовый цвета мне очень нравится. Повторка Леона отправляется к своему брату. Дальше синий. И у нас здесь кто же, кто же, кто же, кто же? Снова привиденец по имени Бу. Чем больше милых привидений, тем лучше. Я уже это говорила неоднократно. Красный пакетик. И это повторка к машинке по имени Точилыш. Также отправляется к своему братику или сестренке. Тут уж нет, наверное, к братику. Дальше кто, 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 кто же? Это снова повторка кофе. Снова Бодрик у нас вырывается вперед. Нет, не вырывается вперед. Они сравняли счет. Ой, снова наш любимый желточек на Чиле. Это мы с Машей получается. У нас теперь двое. Два желтка ленивых. Ааа, какие они все классные. Коллекция огромная. Уже больше половины стола. Двигаемся дальше. Пожалуйста, новый. Да, это новый. Я безумно хотела его найти. Это летучие мышки на фоне луны. Как я понимаю, вот как раз таки то, что набивает хэллоуинскую тематику. И этот стикер у нас называется Полнолун. Очень даже в тему. Полнолун также отправился в мою коллекцию. И теперь стикерцы занимают точно три четверти всего стола. Ну что, открываем следующий. И следующий у нас будет розовый. Кто же нам попадется в ваши ставки? Повторка или не повторка? О, это новый чувак. У нас его еще вроде нет. Это какой-то фиолетовый парень с, как это называется, с ноутбуком. Из которого идет огонь и буква А. Явно в чатике происходит что-то интересное. Давайте посмотрим, как его зовут. Его зовут Огонь. Ну, имя говорящая. Огонь. Выглядит он вот так вот. Ладно, открываем следующий красный пакетик. И у нас это новый. Ой, вот этого я очень хотела получить. Это сердечко. Оно блестящее. И тут милая кошачья белая лапка. И этот стикерс называется царапка. И мне что-то подсказывает, что мы все ближе к тому, чтобы собрать полную коллекцию. По-моему, у нас остался один стикерс или два. Мне кажется, среди всех этих упаковок точно он будет. Ребята, это оказалось правдой. Мы собрали всю коллекцию. Вы посмотрите, это реально вся коллекция стикерсов на моем столе. Обалдеть. Это выглядит очень круто. Но все же мы продолжим открывать остальные пакетики. Интересно, каких повторок будет больше всего и какие самые редкие. Предлагаю такую идею. Как вам такое? Открывать по пять упаковок одного цвета за раз. Мне кажется, это классная идея. И первыми будут пять синих пакетиков. Интересно, сколько там будет повторок и попадутся ли среди этих пакетиков одинаковые. Я уже вижу мою любимую привиденницу Бу. Так, дальше у нас кто идет? Кто идет? У нас идет поп-дог, который попытался сбежать. Снова поп-дог. Ой, наш самый крутой и любимый котик. Это первая повторка этого стикерса пока что из всей коллекции. Туч. Дальше я выберу пять красных пакетиков. Опа, открыли все сразу. Снова повторка маски. Дальше у нас идет... Снова повторка маски. Как такое может быть? Дальше, дальше, дальше. Если снова... Это снова маска. Офигеть. Если в следующем будет маска, то Маша мне покупает кофе. Нет, ей повезло. Здесь снова привиденница. Снова машинка. Следующие пять пакетиков будут розовые. Открываем снова все разом. Опа. И погнали. Кто же у нас здесь? Здесь у нас светящийся в темноте череп с паучком на лбу. Ой, а следующий наш лягушонок влюбленный. Сам выскочил из упаковки. Мой любимый гусь. Гусь с сердечком. Это у нас ленивый желток на чиле. О, это первая повторка стикерса усталь. Или как? Да, усталь. Итак, единственные стикерсы, у которых пока нет повторок. Это царапка. Это огонь. Это полнолун. Полнолун. Да, полнолун. Котик Феликс. Пинки Пу. Вожак. И что еще? Мопсик. Уточка по имени Кек. Пангочка по имени Кусь. У всех остальных минимум по одной повторке. Это становится интереснее. Открываем пять разноцветных пакетиков. Повторка Мопсика. Только я сказала, что у него нет повторки. У него появилась повторка. Снова влюбленный лягушонок. Их становится все больше. Больше любви никогда не помешает. Так, следующий. Кит и Коть. Кит и Коть. Кит и Коть. О, огонь. И это первая повторка этого стикерса среди всей коллекции. И последний, пятый пакетик. Кто же здесь у нас спрятался? Не вижу. Вот этого парня, кстати, давно не было. Это стаканчик с кофе. Бодрячком. Бодрячком. Все бодрячком у нас происходит. Коллекция уже какая-то огромная. А пакетиков такое ощущение, что вообще не убавляется. Так, давайте снова голубенькие. Голубенькие. Кто же встрятался в первом синем пакетике? Первая повторка стикерса котика по имени Феликс. И получается, без повторок у нас остается царапка, полнолун, пинки-пу, вожак и утенок Кет и пандочка Кусь. Видимо, они одни из самых редких среди всей коллекции стикерсов. Снова машинка. Так, дальше у нас идет... Угадайте, кто? Конечно же, привиденница по имени Бу. И мне что-то подсказывает, что к концу этого ролика место для всех повторок привиденницы Бу точно не останется на столе. Снова туч привиденницы Бу. Ааа, что мне делать с этими привиденницами? Их слишком много, они скоро выйдут за пределы стола. Ребята, давайте кучнее, кучнее. Дальше у нас будут розовые пакетики. Раз, два, три, четыре, пять. О, первая повторка пинки-пу. Отлично. Снова повторка маски. Снова черепок, светящийся в темноте. И следующая повторка, это снова череп. Снова крутой котик. Среди всех он один из самых крутых и брутальных. Я прям вижу вот это вот движение. Без повторок остаются царапка, полнолун, вожак, утка-кет и панда-кусь. Все так же, четверка лидеров без повторок. Открываем красные пакетики. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. И это желточек на чиле. Это у нас леон. Так, дальше у нас идет... О, первая повторка к пандочке-кусь. И он выбивается из лидеров без повторок. И у нас остается тройка. Это вожак, это полнолун и это царапка. В следующем пакетике у нас оказалась снова машинка. И это получается четвертая повторка. Снова машинка, вы посмотрите на нее. Она явно хочет выдвинуться в лидеры по количеству повторок. Опа. Ааа, место на столе не остается, что мне делать? Ааа, помогите кто-нибудь, пожалуйста. Ладно. Открываем пять разноцветных пакетиков. Так, кто же у нас здесь спрятался? Повторка к нашему бодрячку. И они с привиденницей Бу все так же в лидерах по количеству повторок. Снова мопсик, снова брутальный, крутой мопсик. Смотрим, смотрим, кто это. И это снова Пинки Пу. Вторая повторка среди всей коллекции отправляется к своим подружкам. Все-таки интересно, какой же стикерс окажется самым редким среди всей коллекции. Следующий кто же? Кто же оказался у нас в пакетике как не привиденеце Бу? Как-то слишком много. Мне становится страшно. Следующий. О, это первая повторка к уточке по имени Кек. Отлично. Первая повторка среди всей коллекции. И в лидерах у нас остаются Царапка, Божак и Полнолун. А теперь мы будем открывать снова синие пакетики. Опа. Повторка к Тучу. Отлично. Это пятая повторка среди всей коллекции. Поп-дог. И это получается у нас третья. Нет, даже четвертая повторка среди всей коллекции. Погнали дальше. Дальше у нас здесь опять поп-дог. Дальше у нас идет повторка Феликса. И это всего вторая повторка среди всей коллекции. Феликс явно у нас очень редкий стикерс. Я сказала, что Феликс редкий, да? Вот и третья повторка Феликса. Дальше мы давайте откроем с вами красные. Что-то их много. Раз, два, три, четыре, пять пакетиков. Опа. Есть. Кто же у нас здесь спрятался? Снова машинка, кстати. И это шестая повторка среди всей коллекции. Здесь у нас снова маска. Кто? Кто-кто-кто-кто-кто? Я вижу что-то желтое. И это Леон. И это всего лишь третья повторка. Ладно, это становится интереснее. Снова Леон попадается нам в следующем пакетике. И получается, без повторок у нас все так же остается вожак, полнолун и царапка. Интересно, интересно наблюдать. Теперь разноцветные пакетики. Раз, два, три, четыре, пять. У нас снова крутой котяра. Это мой любимый парень. Кофе. Обожаю кофе, особенно когда его много. Но, к сожалению, много пить кофе нельзя. В следующем пакетике нас ждет кто? Снова кофе. Снова стаканчик кофе. Очень классный парень. Опа! Первая повторка полнолуна среди всей коллекции. Это интересно. Остается двойка лидеров. И этот царапка и вожак. Интересно, кто же у нас останется победителем. Точно не кофе, потому что снова его повторка. И все-таки, мне кажется, кофе и Бу сравняли счет. Бу и стаканчик кофе соревнуются за звание первого места за количество дубликатов. Количество стикерсов Бу на данный момент составляет 15 штук. А стаканчиков кофе всего 13. Ребята, как вы думаете, кто выиграет? И завершим нашу распаковку 10-ю красными пакетиками. Ну что, вот так выглядит моя коллекция стикерсов. Я собрала всю коллекцию стикерсов. И самыми редкими оказались царапка, огонь, полнолун, еда и уточка по имени Кек. Ну а теперь самое интересное. Один из вас может получить всю эту коллекцию стикерсов. Условия для конкурса такие. Обязательно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях фразу «Хочу стикерсы». Ну а победителя мы определим через 2 недели в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Всех обнимаем и любим! Ставь лайк и подпишись на наш канал!